Возможно, мы забыли, но в традициях дворянства и российской интеллигенции было получение не одного, а нескольких образований. Люди той эпохи позволяли руководить типа старой монаршеской страной, при этом сохраняя и крепостное право, и осваивать земли немыслимые. Да и из истории СССР не стереть страницы освоения БАМа, нефтяных районов Севера, людьми, которые и в мыслях не мечтали жить за полярным кругом. То были дети Вольного Кавказа, Прибалты, Украинцы. Жизненный опыт и немалые финансы они получали там, но зрелость и старость проводили в более комфортных условиях. Мобильность, свобода перемещения, обмен знаниями – вот основная движущая сила цивилизации. Сидеть на одном месте, копаться в своем мелком мирку – это рецессия. Люди прогрессивные сейчас имеют возможность, во-первых, дать детям полное образование, во-вторых, воспитав их, не париться необходимости приобрести чаду, квартиру в холодной России, а оставив им свою, купить себе теплую и достойную старость сейчас, а затем, закончив жизненный цикл, отдать ее детям. Почему вы выбрали Турцию для проживания? Потому что Турция очень красивая. Мой сын здесь учит турецкий, и мы одновременно живем и в Турции, и в Германии. Эта школа прекрасна. Я в этом уверена на 100%. А теперь, на фоне простой житейской картинки, нить своего повествования мы свернем в клубок тех знаний, которые мы получили. Образование на великолепном уровне, медицина прекрасна. Появится ли что-либо подобное у нас – вопрос и ответа лично я в ближайшей перспективе не вижу. Принципами разумной достаточности, извините, но Россия никогда не руководилась. Нам почему-то надо было быть главнее всех, мудрее, сильнее. Да и чтобы с нами обязательно считались. Но правильней создать атмосферу любви к жизни, которой холодная родина с катаклизмами десятилетий, со шлейфом бездарности еще того руководства, с зажженными в жажде наживы этническими конфликтами успокоится. На это время нужна и мудрость. Раны и глубокие не затягиваются за несколько дней. И социальную напряженность и проблему не решить ни указами, ни волевыми решениями. Надо чувствовать волю народа. Надо дать ему самому возможность сравнивать, выбирать и делать собственную жизнь. Вавилонская башня разрушилась не волей сверху. Просто люди перестали видеть цель. Люди устали жить в напряжении. И людям свойственно свободно перемещение. А если есть место, где вас еще и ждут, для вас строят, вам дают льготные условия, и место это для нас не дальше гостеприимного Кавказа, Крыма, Краснодарского края, то не воспользоваться такой возможностью было бы неразумно. Конечно же, мы будем продолжать строительство в таких же темпах. По причине того, что мы занимаемся строительством другого бизнеса, мы не знаем, в принципе, стараемся идти по одной линии. Потому что строительством я занимаюсь 16 лет. 16 лет тогда я работал еще в подряде. Далее, когда пришел из армии, я открыл фирму небольшую. То есть это фирма подряда, нанимал рабочих. Строил объекты, начиная с небольших объектов. В тот момент Айхану было 3 годика, а Ахмель было 5 лет. Мы, конечно же, в принципе, делаем мы. Каждый год меняем свои процессы, проекты. И по технику выдвигаем их по траекторию люкса, люкса и качества, конечно. И, конечно же, вкладываем в это немало сил. Я начал продавать гражданам Германии квартирная территория Алании. В тот момент квартиры, которые я продавала, конечно же, не имели такого люкса, как сейчас. В принципе, можете сравнить. И после 2000 года, когда началась массовая распродажа недвижимости иностранцам, и автоматически просто, так как началось много спросов, были предложения и так далее, и люкс как бы появился сам по себе. И для того, чтобы повысить спрос, повысить продажи на территории Алании, мы начали стараться вникать больше в люкс, больше в то, чего желает именно покупатель. Мы идем в дубае, 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 мы всегда изучаем объекты, которые находятся на территории той страны. И извлекаем от этого полезное. Наблюдаем за тем, что нравится европейцам, что нравится русским. И стараемся все это воплотить одновременно, именно здесь, строя свое. Сначала хочу вам сказать добро пожаловать. Мы как руководители города Алания и всем иностранцам, которые будут приезжать сюда, и как туристы, и как жители, постоянные жители Алания, мы им всегда будем помогать. В данный момент, на сегодняшний день, в Алании живут более 10 тысяч людей, иностранцы живут. В Алании являются городом, где больше всего иностранцы живут. В Алании каждый год где-то бывает 2 миллиона людей, туристов. Раньше больше всего приехали из Германии, а сейчас россияне больше приезжают сюда. В Алании в прошлом году из России было где-то 300 тысяч туристов. Русские и немцы в основном любят Алании в Турции. 135 тысяч туристов может принимать Аланья своими гостиницами. В Алании покупали 17 тысяч недвижимость иностранцы. В последнее время это количество российских покупателей становится больше. В 2008 году больше всего покупали российские люди недвижимость в Алании. И количество каждым днем увеличивается. Я думаю, что в дальнейшем и школы, и прессы, и телевизионные каналы будут востребованы в Алании. В принципе, наши гости из России могут спокойно здесь жить, потому что везде и на английском говорят, и на русском говорят, и на немецком языке говорят. В последнее время в Алании количество русскоговорящих людей увеличивается. Только мы как губернатор в этом году открыли курсы русского языка. И мы учили 500, у нас было 500 учеников. Мы это очень сильно уделяем внимание, чтобы смогли нормально на русском языке общаться. Как вы знаете, здесь и море есть, и исторические места есть красивые. И в принципе, как социальные требования тоже очень легко здесь можно найти. У нас есть очень хорошие больницы здесь. Даже иностранцы приезжают в Аланию, чтобы здесь делать какие-то либо операции, вот операции, ну, сердце, глаз, здесь делают. Я лично как губернатор приглашаю всех российских людей здесь и посещать наш город как турист. И чтобы они еще покупали здесь недвижимость, мы всегда будем рады им помогать здесь. У нас есть здесь совет иностранцев. И каждую неделю они собираются, и мы слушаем проблемы иностранцев, которые здесь живут. Мы их не называем как иностранцы, мы их называем новые люди в Алании, то есть новые посетители Алании. И мы всегда сначала пытаемся им помогать. Может в России или в Европе, то есть нелегко попасть к губернатору, но здесь просто простой человек может подойти сюда, постучать в дверь и может заходить. Мы не зря и не мало провели встречи с представителями силовых ведомств, строителями, учителями и врачами. Турция сейчас готовится к приему нас и уже не как гостей, как соседей. Для того, чтобы жить с соседями в мире и комфорте, согласитесь, ментальность его, соседа, как и страхи и желания надо учитывать. Так получилось, что почти восемь лет назад я стал гораздо ближе к вам, простым магнитогорцам. Быть может меня кто-то не переваривает, но я слышу ваши страхи, знаю ваши желания и чувствую вашу боль. Я не клерк и не чиновник, я просто объяснял, чего нам и вам хотелось бы избежать в вопросах приобретения недвижимости в Алании. И нигде и никогда в жизни я не видел такой заинтересованности и такой живой реакции, когда губернатор Алании, мэр Алании, наш гостеприимный и многоуважаемый строитель собирали всех застройщиков, полицейских, госслужащих в дождливый день и в одном месте. Для того, чтобы коллегиально и быстро решить вопросы дальнейшего строительства недвижимости для иностранцев. И вот краткие результаты. Минимум бюрократических проволочек в оформлении права собственности. Вид на жительство в момент подписания договора. Договор ипотеки с банками вместе с принятием решения в один день. Выделение разрешенных земель для строительства, формирование полного комплекса инфраструктуры с дорогами, магазинами, школами в минимальные сроки. Государственные гарантии вложенных инвестиций. И это не тезисы и планы на пятилетку вперед. Это решения уже приняты. И теперь только за вами остается решение, где зарабатывать, а где жить и отдыхать. Продолжение следует...